Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Венгрию на уровне сложности божества в Сидмерс Цивилизацион 6. При условии, что всем встречным поперечным цивилизациям я обязан сразу же объявлять войну и никогда с ними не мириться. В общем-то, вот Византия, Македония и Португалия уже страдают от этого. Ну или не страдают, а радуются, не знаю. Посмотрим, как дальше будет. Напоминаю, что спонсоры канала Сесерии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. И если вы случайно отклонились на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому ролику, либо в прикрепленном комментарии. Всё, давайте выключу свою рожу. И так темно. Мы вышли в нормальный век в итоге. Давайте подумаем. Вот исход евангелистов 2 очка. Я думаю, что я вполне могу свою веру получить. Давайте глянем. Уже 4 основано. Так, давайте глянем о Византии. Слушайте, может если основанная религия, то у них уже не накапливается больше? Ну вот, Португалия, например, ислам основал. Я думаю, что больше не накапливается. Значит, что осталась вот ещё Византия и неизвестный игрок. И я. Так что мне надо бы поспешить будет всё-таки. Во-первых, поспешить. Во-вторых, не факт, что я смогу основать. Так, какие у нас карточки стоят? К боевой мощи против варваров и на поселенцев. Наверное, на поселенцев... Нет, на поселенцев я не уберу. Ну, так. Это просто зависит от того, что мне выбирать. Я всё-таки бы исход евангелистов, пожалуй, взял. Буду стараться религию основать. Дальше пытаемся свалить отсюда. Слушайте, я могу, наверное, захватить. Он может меня проатаковать, и я смогу захватить, мне кажется. Так, здесь открываем лучников. Отлично. Дальше... Дальше надо купить... Сама добавится клетка следующим ходом. Не буду покупать. Отлично. Стану здесь полечиться. Ну, надо сюда везти город ставить. Как бы особо вариантов нету. Тут мы проверяем, чтобы Александр со своими... Бутузами... Бутузами... Не пришёл меня убивать. Тут на всякий случай, может быть, помогу... Прощникам. Тут точно надо будет ставить город. Вопрос, конечно. Очень хочется здесь ставить, да вы понимаете, что... А, ну, во-первых, я сюда не смогу, тут баллоня мешает, да. Так что тут либо сюда, либо сюда. Два варианта. И, наверное, лучше сюда всё-таки. Давайте помечу. Потому что тут, что так, что так, два района, но отсюда я дотягиваюсь до всех апельсинов. А у нас тут явно будет монополия или корпорации, или монополия на апельсины. Вот не помню, что апельсины, по-моему... По-моему, не хочу смотреть сейчас, неинтересно. По-моему, этих рабочих и поселенцев быстрее можно строить. Думаю, вылазить ли мне... Так, здесь мы продолжаем улучшать Амани. Дублирует редкие ресурсы, накапливает стратегические ресурсы. Ну да, вот всё по городу-государству. Она сейчас у нас движется в Волен. А есть... Вообще у неё нет никаких стратегических ресурсов на данный момент, прямо скажем. Но союзником мы станем. Ладно, давайте вылезу. В Буде... Ну, наверное, молитва и священ... Блин, храм Артемиды доступен. Подождите, а почему он недоступен? Нет, он недоступен. У меня же нету ни одного лагеря. Я его не могу устроить, это точно. Ммм, молитвы, да. И против варваров пока это всё оставляем. Политическая философия. Да, давайте молитвы в священном месте. Религию точно надо пытаться... Урвать. Какое-то задание в воле не выполнил. То есть у меня там уже два посла. Интересно, какое задание было. Священное место построить? Так, вышли в античность. Ну, вот корпорации мы сможем, я думаю, на... На... Апельсинах делать. Так, я могу убить. Но дело в том, что и меня тогда убьют, наверное. Хорошо, а если мы попробуем вот так сделать? Это вообще галера, да? Мне кажется, надо рисковать. Надо рисковать. Сейчас квадриремы подъедут. Этим я не могу добить. Но вот этот квадриремы меня... Нормально так лупанет. Черт, не получится, наверное. Не хочется... Не хочется терять... Скаута с другой стороны. Так, надо аккуратно... Смотреть, чтобы никто тут рядом не был. Тихоньку сюда подкрадываюсь к этому лагерю варваров. Ну, вдруг он проатакует прачника. Тогда я буду очень рад. Ну, что-то мне подсказывает, что вряд ли такое будет. Блин, даже не знаю. Мне кажется, туда подходить. Как-то встречать... Встречать Византию. И мне точно нужны коммерческие районы. Просто в каждом городе. Давайте думать. Ну, здесь я уже придумал, где. Здесь, видимо, тупо... Ну, тут просто один вариант для меня. Потому что кампус тут будет. Священное место тоже где-то рядом с городом. Так что чисто в Сегиде даже можно не ставить метку. Тут все понятно. Что с Мишкольцем? Мишкольцем. Тут стоит подумать. Тут стоит подумать. Потому что, скорее всего, где-то вот здесь, наверное... Хотя... Ну, я бы вот где-то вот тут делал ромашку. Но получается, у меня аж для этого города с этой стороны все будет. Блин. Ладно, тоже что-то пока сложно. Так, тут все на производство. Тут... Давайте тоже все на производство. И дальше... Ну, колесо откроем. Три варвара надо убить. Блин. Так, подошел только один юнит. Вот меня эта квадрилема волнует, как походит. Отлично. Ну, я, по ходу, могу. Ну, надо уничтожать. Надо уничтожать. Я, конечно, тут остаюсь на месте. Производство юнитом кавалерии, полководцев. Но, опять же, ничего не меняю. К сожалению, вот скауту, скорее всего, жопа. Тут... Давайте я на всякий случай подстаю. То есть, прачника не должны убить. Даже если две квадрилемы его сейчас проатакуют, ну, просто не должны убивать. Я просто его тут оставлю как приманку, а вдруг они захотят реально его атаковать. Так, куда делся скаут? А вот он. И этого давайте скаута поатакуем. Он не должен захватывать. Так, вволен у нас следующим ходом союзник. Блин, надо было сюда прачником ходить, ладно. Византия 431 сила. Я надеюсь, что она сейчас не брется вот всем скопом на Сегет. Но это будет очень смешно, потому что Византия вообще не должна знать, где мои города. Потому что, если помните, я вот тут шел, взял... Взял руинку, да? То есть, Византия максимум где-то вот эту территорию видит. Он вообще не должен представить, где мои города могут быть. Но, тем не менее, вполне вероятно, что он может прям прийти сюда под Сегет и навалять. Политическая философия? Нет, ничего пока не меняем. Минус все-таки скаут. Причем его даже Византия просто убила, видите? Даже не варвары. Так. 15% очков великих людей. Ну, я бы олигархию, конечно, брал. С таким количеством войн. Вселенцев. Пока оставляем. Дальше. Два влияния. Два очка полководца. Так, давайте смотреть, сколько стоит провести мобилизацию. 120. То есть, мне надо сейчас копить деньги. И желательно выйти, на самом деле, еще и в железо. Вот это все. Апнуть в мечников. За очень дешево. И пойти Византию снести. Хотя Иерусалим первым встретил кто? Александр. Так. Ну, сейчас у меня нет денег это все взять. Мне кажется, и нету смысла. Так, а давайте посмотрим, как у нас сейчас будут накапливаться очки генерала. Так, вот сейчас у меня ноль. То есть, Волин, по идее, должен давать очки генерала при убийстве юнита. Одну очко. Ну, в принципе, это прикольно. То есть, я вообще не строю, получается... Эти. Ну, о, еще одно. Ну, прикольно. Правда, они тут будут набивать, а мне все больше и больше очков будет требоваться. Вообще, одно очко маловато, я все-таки думаю. Честно говоря. Болонья там куролесит. Три, четыре. Так, сколько там у нас на пророка? Византии плюс шесть. Давайте мы, наверное... Краб сто процентов уже... Взять. Извините, я так понимаю, тоже читает. Так. То есть, я когда найму этих ребят, у меня будет тут уже аж шесть послов. То есть, в принципе... Но убрав Амани, станет четыре. То есть, в принципе, я могу перебрасывать в Иерусалим. Когда найму здесь армию... Давайте потихоньку подходить. Что ж мы тут ставим? Содержание юнитов. Тут всего лишь минус один. Пока я не трачу ничего на содержание юнитов. Потому что дуболомы и прачники не требуют содержания. Торговых путей плюс два. Наверное, опять производство чисто поставлю. Потому что у меня до района как-то ускоренно строить. А сюда... Сюда... Лояльности... Постройка... Блин, я ж ничего... Ладно, давайте содержание юнитов. Но я ж ничего даже строить пока не собираюсь. И это содержание, по-моему, никак не повлияет. Дальше пока драму и поэзию. Летки Византийская империя в 1360 году до нашей эры еще не существовало. Хотел сказать, в то время была сильна. Но тут я посмотрел, что в то время ее просто еще не было. Оракул построили. Так, ну, если я приму веру, то я точно должен выйти в золотой век. Так, значит, отмечаю, что никогда не спрашивать. Потому что я ни с кем мириться в этой партии не буду. Там какие-то ГГшки все больше и больше. Так, нормально. Ну, вообще не нормально. Он, блин, тратит юниты на эту фигню. И, может быть, даже Византия захватит. Еще. Так, слушайте, я тут не заметил, что мне Иерусалим-то войну объявил. Давайте я лучше тяжелую колесницу побыстрее, а не тут сделаю. Потому что я сейчас вряд ли смогу поселенца сюда везти с Иерусалимом, воюющим со мной. И здесь повели, наверное, туда прачников потихоньку вместе с Дубау. Но тут-то никто ничего не сможет взять. Здесь давайте смотреть. Так, но этого Дуболома я все-таки на всякий случай поведу сюда. Контролировать. Так. Знаете, я вот этим убью. Встану сюда. А этим Дуболомом тоже пойду к Сегеду. Так, ставим городочек. Красивый. Пэшт. Пэшт. Вау. Пэшт, Пэшт, Пэшт. Ну, кто не в курсе, Будапешт это как раз два города. Будда, а на самом деле даже три города, если вы не в курсе. Будда, Пешт и Обуда. Вот они три города соединились вместе, ну и по первым двум, по Будде и Пешту, собственно, Будапешт и называется столица Венгрии. Ну, Будда с одной стороны, Пешт с другой стороны. А вот Обуда на какой стране я уже забыл. Так, ну и Волин объявил войну. Иерусалиму. Так, шанс получить пророка следующим ходом, в общем-то, очень высок. А, подожди, это Византия получает, черт, это не я, вот же я. Так, на Византия получает, подожди-ка. Так, Византия религию создает и... Я у меня последний, сейчас придется еще раз, наверное, читать проект, к сожалению. Строил коляску, чтобы усилить... Город. Так, по-моему... Давайте я, наверное, убью прачником сразу, чтобы... Ой, тем более обработку бронзы я ускорил. Чтобы сразу разграбить клан. Так... Ага, там у нас... Знаете... А, я не могу подойти, хотел подойти его протоковать. Ладно, пока постою здесь. Тут, в общем-то, дуболомом идем на это место. Тут бежим на помощь Сегиду. Что-то я проспал, на самом деле, что мне Иерусалим войну объявил по-хорошему-то. Производство. Все на производство. Тут покруче производства я не могу нигде сделать, да? Почему я именно коляску строю, чтобы... Я там быстрее мог дуболома построить, но коляска усилит город, и его тяжело будет. Так, значит, Византия взяла религию, синта... Нет, синтаизм, да, оставала. Синтаизм. Ну, типа, пишет два хода. Но это два хода, если я провожу молитвы. Ладно, давайте молитвы. Сто процентов у меня тогда будет пророк. Так, подходим. Обработать... Да, что с железом вообще? Вот, железо. Странно, я думал, что где-то здесь все-таки будет. Давайте еще поищем, где у нас железо. На всякий пожарный. Только три штуки, одна здесь и... Ну, да, так хочу. У меня... Со мной рядом железа не очень много. Но мне надо обрабатывать железо и, на самом деле, в мечников выходить. Чтобы апнуть... Когда я куплю юниты уволено, чтобы их апнуть, собственно, дешево. Но мне... Подождите, сначала мне надо вообще в центр коммерции. Ну, в центр коммерции построить теперь надо. Еще какие-то ГГшки. Слушайте, а там вообще у Византии еще кто-нибудь есть? Блин, сейчас Вулин все свои юниты сольет. Это прикол, конечно. Блин, тут уже... Тут уже нагнетает. Иерусалим-то. Ай-яй-яй. Так, ну эти хапнем. Ближнего, да. Так, тут подходит... Португалец. Тут стоим. Вот тут готово. А, пошли так. Заодно посмотрим, что там внизу. Так, тут тоже сразу апнем. Так, в Мишкольце. Наверное, строителя надо. Надо будет вырубать. Леса, кстати, и в Будде, наверное, надо будет строителя. Блин, знаете, еще какая проблема с Византией? Он убивает города Волина. И, видите, распространяет синтоизм. Мало того, что он убивает юниты Волина, так он еще и синтоизм распространяет. Ну и сейчас Сегет атаковать будут, походу. Ауч. Блин, мне как бы Сегет не взяли вообще, ребят. Конечно, прикольно. Но мне кажется, я успеваю все-таки. Так, ваншотнуть он не может, я думаю. Давайте проатакуем. Подходим. Вы знаете что? Я сейчас хочу дуболомом вот сюда встать в защиту. Чтобы они втроем дуболом лучше атаковали, а не город. Если они сейчас не проатакуют город, появится тяжелая колесница. Это увеличивает защиту города очень серьезно. О, мечник уволено. Так, ну это значит, что он не возьмется. Уже 100%. Так, так, так. Наверное, все-таки пошли наверх, я думаю. Туда, к Иерусалиму. Тут потихоньку подходим. Так, а что... Ну... Да, блин, 60... Фак, мне еще раз придется читать проект. Что так муторно? Может, мне не нужна была религия? Может, надо было, типа, византийскую брать и все. А что у него? Мощи, ступа. Ну, у него хрень. У него какая-то хрень, честно говоря. Не будем врать. Ладно, после... Три хода молитвы? И, наверное, будет два хода, потому что сейчас улучшится территория. Не знаю, вот на эту клетку, скорее всего, еще два производства добавятся. Так, давайте я из Пешта отправлю. Караванчик. Так, ну что, Сегет? Вот это меня больше всего волнует. Да нет, мне кажется... Нет, чего Сегет-то атакуете? Так, ну тут минус один дуболом точно и плюс сила 28 становится теперь, так? Да, блин, и не убилось. Ладно, давайте я сюда встану. Так, теперь только с двух сторон атакуют. Я вот думаю, атаковать ли мне дуболомы, потому что он уменьшит силу города тогда. Но мне кажется, все-таки надо. А, даже не сильно уменьшило. Отлично, не уменьшило даже. Окей. Не, ну следующим ходом точно не должны взять, а вот дальше может быть. И он может быть. А пойдем, может... Я все равно город с лишним ходом сто процентов поставлю. Пойдем... На помощь. На всякий случай. Блин, надо было раньше, конечно, бежать к Сегеду. Есть такое ощущение. Крам Артемиды построили. Ну, в Сегеде у меня давно тут все на производство стоит. Давайте, может, на юниты опять поставить. Так, ну, поселенцев... Тут за один ход оно и так достроится. И больше я вроде пока поселенцев... Не планирую. Давайте я, наверное, ну, во-первых, так, производство поставлю. Чудеса точно нет. Давайте строителей. Содержание юнитов. Ну, и против варваров, как бы, мне нафиг надо. Давайте, наверное, содержание юнитов пока оставлю. И поставлю на создание юнитов. Вот так. Сейчас подумал, может, мне стоило еще на полководца поставить. Как у меня накапливается отволено. Ну, тут медленно. Четыре очка, там 30 требуется. Это медленно. Драму и поэзию открыли. Мистицизм, наверное, не нужен. Ну, пошли. Пошли пока в оборонительную тактику. Все равно тут плюс 100% в предстоительстве стен. Все равно мне войну точно никто объявлять не будет. Только я всем войну объявляю. Ну что? Да не должен браться Сегет сейчас. 26 сил. Тем более у него не раненый дуболом через реку атакуют. Он даже только одним проатаковал. Отлично. Отлично. Так. Улучшение у этого. Тут надо как-то... Так, пророк, наконец-то. Давайте посмотрим, какая нам религия достанется. Становать религию. Ну, католицизм уже забрали, да? Значит, иудаизм. Че? О, трудовую дисциплину не взяли. Медитацию не взяли. И религиозное сообщество. Блин, слушайте, а тут... Все три прикольные. Ну, вот тут... Ладно, хорошо. Трудовая дисциплина. Как много у меня вообще? Ну, тут... Конечно, у меня горы нормальные. И я священные места, в принципе, неплохие могу поставить. Но у меня с производством, я считаю, и так нормально будет. Так. Единственные деньги, которые я смогу получать, это посылая караваны в города-государства. И мне кажется, у меня именно с деньгами будут проблемы. А деньги мне нужны, играя за Венгрию. Поэтому. Поэтому я думаю, что надо религиозное сообщество. По-моему, оно работает... Международные торговые... То есть, оно и в города-государства работает. Так что давайте религиозное сообщество. Знаете, как мы это можем проверить сейчас? Вот посмотрим. Доступные пути. За золото. Блин, оно почему-то не показывает из столицы. А у меня только в столице районы сейчас есть. Поэтому я не проверю, добавится, не добавится. Ладно. В любом случае, берем религиозное сообщество. Так, а вторым что? Какие у нас тут здания? Пагода это к мировому влиянию. Точно нет. Храм огня. Мечеть. Ну, мне, наверное... Слушайте, а может сразу защитник веры взять? Ко мне будут приходить, нападать. А у меня там плюс пять. Давайте, наверное, защитник веры. Что еще мы можем взять? Церковную десяти, внутри единицы золота. Блин, это тоже прикольно. Ну, плюс пять это плюс пять. Давайте, наверное, все-таки защитник веры. Так, ну мы должны в золотой век выходить здесь. Я думаю. Давайте здесь тоже строители. Нам надо убирать отсюда лес и центр коммерции ставить. Здесь город Диер. А куда? Куда ушел португалец? Куда ушел ваш китайчонок Ли? Мне кажется, что там любили португальцы. Или с малайцем мы ушли. Так. Здесь надо сделать так, чтобы остался только один юнит. Блин, проблема. Проблема, короче. Мне надо убить дуболомом вот этот юнит сто процентов. Но мне кажется, мне не хватит атаки пращником. Я могу его убить, но мне нет смысла его убивать, потому что он не атакует город. Мне город надо спасать в первую очередь. Ну, тут, видимо, придется атаковать коляской. И вот так сделать. Два очка великого полководца. А там... Подождите, это как-то отличается? Почему мне то один дают, то два? Победы наземных юнитов в бою с другими цивилизациями городами дают очки великих полководцев, а победы морских юнитов великих флотоводцев в размере 25% силы противника. На стандартной скорости. Ну, я, по-моему, дуболома тоже убивал, и мне давали одну очку. То есть, все-таки... Очки зависят от юнитов. Так, ну, к сожалению, видимо, минус вот этот дуболом. Но я надеюсь, что вдруг... А вдруг они все-таки... Сегет проатакуют. Я бы поставил карточку на юнит. Может, мне все-таки юнит поставить? Зачем вот мне поселенец? Я не могу его все равно вести, правильно? Давайте, наверное, лучника. Он-то один ход как-нибудь достроится уже. В будущем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, здесь мне надо решить, куда я хочу ставить центр коммерции и вырубать там лес. Ну, видимо, и тут, и тут надо будет ставить. Просто разница, что здесь на производство, а тут на еду клеточка. Давайте посмотрим, что у нас вообще город обрабатывает. А город даже эти клетки не обрабатывает. Но, видимо, надо на производство оставлять клетку, потому что у меня тут нету жилья. Так что вот тут вырубаем. Тут оставляем пока производство, потому что центр коммерции будем строить. Занзибар объявил войну. Теологию ускорили. Так, обработку железа откладываем. Все, верховую зубь. Мне надо вот этим рабочим... Я тут вырублю лес, а потом надо пойти обработать железо и обработать лошадей. Для ускорения тех. Ну, смотрим. Не должны сегет брать. Я только волнуюсь, чтобы мне не убили дуболома. Я просто надеюсь, что вот этот отойдет просто, а не убьется. Хотя, скорее всего, убьется. Фуф. Ну, это отлично. Вот это... Это очень хорошо получилось. Античность. Десять ходов закончится. Так. Нам надо убивать вот это. Видимо, становимся сюда. Этого атакуем. Тут ап. Тут подходим. Стоим. Тут лечимся. Лучника доделываем. Окей. Там волен. Тут в диере все строится. Тут, наверное, просто постоим. Не знаю, стоит ли идти... Ну, наверное, стоит, кстати, идти заниматься варварским лагерем. За десять ходов я могу и не успеть в золотой век выйти. Я ничего такого не буду строить, что мне много очков даст. Так. Я бы, наверное, туда не пошел. Давайте как-то вот тут собираться. И там... Что-то все-таки мутузит. Византия волен. Я думаю, что когда я вот с этим воином разберусь, надо будет туда идти. Так. Вырубаем на центр коммерции. Посмотрите, он три хода написал. Хотя он был четыре, но три хода, потому что вырубили лес и два хода за счет способности Венгрии. Зашибись, по-моему. Я бы, наверное, все-таки пока тут постоял, если он будет подходить. Я не думаю, что мне здесь он нужен. Деньги пока бережем. Я все-таки надеюсь... Блин, тут один мечник всего уволено. Я вообще могу прямо сейчас провести мобилизацию. Слушайте, а может мне сделать это, и я лучше буду юнитом пользоваться, чем волен. 45 зол. И я получу два посла, кстати, чтобы уже точно... Шестерочка будет. Блин, мне бы, конечно, оружейную, но... Ладно, давайте. Давайте. Отлично. Просто вот максимально не туда выкинуло. То есть я через реку буду атаковать, да? Просто... Просто кайф. Но за 45 монет получить мечника... Правда, не навсегда, но на 20 ходов, по-моему, да? На 15. Это неплохо. Ну и плюс, как видите, 6 послов у меня теперь в волене. Это способность Венгрии. Монумент строителя. Так, еда, производство. Все верно. Тут чистое производство, еда, производство, чистое производство, чистое производство. Ну. Эту мне не убьет. Уволенный, конечно, снизил силу, но я не думаю, что... Блин, ну, тварь, Сегит атакует. Давайте, наверное, знаете, как мы сделаем прачника сюда. Тут меняемся местами. Лучником отсюда стреляем. Ну. Так, господи. Доби... Не могу добить. Нет, тогда я беру уровень. Не должен он Сегит брать следующим ходом. От дальнобойных или против... Это, наверное, от дальнобойных, потом к поврежденным пойдем. Так, здесь атакуем. Я даже, наверное, проатакую. И подходим. Вот так. Строительство открывать. Мистицизм, теология. Так, здесь мы откладываем один ход. Что-то центр коммерции обязательно надо строить. Ух ты. Вообще, центр коммерции завершен за один ход. Получилось. Зашибись. Надо ли мне вторые цитрусовые обрабатывать? Все равно я не получу. Ну, с другой стороны, клетка хорошая. Нет, давайте сначала камень обработаем. В любом случае. Так, тут стоим. Тут идем к варварам. О, у нас тут... А у нас тут есть один, который колупает варваров. Надо ему по кумполу настучать. Я надеюсь, Волин еще построит юнитов. Хочется верить. Мне, наверное, караваны надо будет в Болонию отправлять. Хотя, может, и Волин. В Буде ничего не строим. Откладываем на центр коммерции опять же. Так, тут ничего, ничего, ничего. Ну, поехали дальше, видимо. Так, и у нас сколько ходов? Девять. Не, ну должен золотой век. Прям должен. Мне дали, интересно, за мечника? Наверное, нет. Прям, мне еще реально надо мечника будет сделать. Ты убился от меня, кстати. Убился почему-то от коляску решил. Даже решил не атаковать город. Так, ну, теперь точно повели по село. Атакуем так. Атакуем так. Вот этого я не хочу убивать, потому что я встану под Иерусалим тогда. Убили. Значит, этим стоим, лечимся. Этим потихоньку подходим. Так, наверное... Наверное, давайте прачника убью, чтобы сюда ворваться и уже тут надо убивать и катапульту убивать. Я думаю, что воин бы хреново тут действовал. Я считаю, что я правильно взял свои руки. Так, пойдем-ка мы и колесницей сюда, а вот воинам будем защищать. Так. Понятно, что мы просто стоим. Если останется португальца, я буду португальца атаковать, а не... А не варваров. Блин, нам счет сюда вот точно надо город ставить какой-то. Здесь вообще, наверное, будет один ход. Да. Полнописно два хода, на самом деле, видите, один. Там, в первую очередь, за Венгрию, несомненно, нужны именно центры... Ну, сегодня, наверное, центр коммерции ставим. Блин, или строители еще сначала. Что я тут хочу вырубать строителям или делать? Наверное, ничего как раз. Апельсины я обработал. Давайте, наверное, центр коммерции. Так, я уже походил. Всякий случай сюда пока встану. Ученика поведу туда, против Византии. Я, единственное, волнуюсь, что сейчас еще отсюда Александр Македон... Ну, хотя у меня тут стоят юниты. С другой стороны. То есть... Армия-то у меня есть. Мне деньги сейчас нужны. Так, смотрим. Что тут будет делать? О, Котопыль-то построил. Ну, серьезно? Какой смешной чувак. Так. Инсулы. Ну, развлекательный комплекс. Правда, у меня тут вообще нету геотермальных источников. Колизей. Инсулы. Ну, вот это. Есть на что заменить? Вообще не на что. Против... Вообще можно против варваров поставить, да? Ого, там прется. Так. Вот этого парня надо апать в лучника. Тут, я думаю, надо поставить плюс пять против варваров. И убить этот лагерь. Блин, не хватает. Как мне лучше встать тогда? Наверное, вот сюда встану. Чтобы подводить еще под лучника будущего. Так, в пеште. Где я буду делать... Наверное, вот сюда давайте центр. Тут как бы пофигу, что сюда, что сюда одинаково. Да, давайте, наверное, все-таки сюда пока. Три хода. Так, тут я дуболому, по идее, не убиваю. Поэтому давайте подходить к катапульте. Ее я точно... Ну, мне важнее... Хотя... Мне важнее ее убить, чтобы... Она стены больше не ломала. Так, вроде... Отошел в Иерусалим. Ну, и вряд ли он тут уже возьмет. Поэтому поехали вниз тут к португальцу. Да, конечно, тут очень широкий фронт. Тут я уже побаиваюсь подходить. Я, конечно, могу и этого, и того апнуть. То есть я так думаю, это и надо делать на самом деле. Давайте сначала этого апаем. Этот у нас обрабатывает железо. Рабочий. Так, а если я пойду этим обрабатывать лошадей? Правда, мне покупать надо будет... У меня не будет денег, да. Не будет денег, поэтому, наверное, пойдем лучше камень обработаем. А смысл, если тут нету жилья? То есть мишкольц все равно... Какую-нибудь другую клетку скорее обрабатывать будет. Все-таки все равно камень пойду. Или, может, цитрусовые? Ну, просто обработка камня даст мне тут производство, а обработка цитрусовых деньги. Или все-таки камень? Ну, вот рынок был написать 4 хода, а на самом деле 3 строится, потому что через дорогу. Я думаю, ну... Наверное, конечно, и святилище надо, чтобы обратить города. Но пока... А, ну да, слушайте, мне, кстати, это же еще 2 очка дает. Блин, давайте мы, наверное, сначала в Будде святилище построим. Я же забыл, что я тут взял исход евангелистов. Обращение города плюс 2 очка. Вот этим я точно выйду в золотой век. Тут просто еще не факт, что я возьму. Так, но этот вот убьется. Может, мне его убить все-таки? За катапульту-то я не убиваю. Ладно, давайте я его убью. Чтобы быть уверенным. Ну, вряд ли удар катапульты и копья забирает Волин. Так, тут полечимся. Машиностроение ускорили. Я верховую езду так открыл. Забыл перебросить. Так, следующим ходом. Бега, я так ее открыл. Строительство, ученичество. А, давайте ученичество вообще открывать. Тогда я смогу вообще в латников апаться. Так, стоим. Стоим. Игра мне предлагает здесь поставить. Не, ну я... Понятно, что тут очень много гор, но... Блин, может реально туда везти? Там тоже на меня никто по лояльности не будет влиять. И там клеток побольше. Да, я, наверное, туда поведу. Да, жилья не будет долгое время. Ну, что поделать? Блин, мискликнул! Каждый ход в пошаговой стратегии важен, но мисклики случаются, к сожалению. Блин, давайте пока тут стоять. Так, если я сюда встану, то он сможет меня двумя дуболомами проатаковать. Ну, давайте. Не возражаю. Да, Византия приятное предложение, но... Я не могу! Мне зрители не разрешают. Одним проатаковал. Окей. Не хочу сюда остановиться, но я боюсь, что тогда Португалий цивящим ходом все заберет. Пять ходов. Но... Что поделать? Эх, чуть-чуть не добил. Так. Волин не упал. Ну, видимо, надо копье добивать. Три очка великого полководца. Ну, не знаю, посмотрим. Выглядит так, что вроде как должен набить. Я хотел оленей обработать или скликнул. Железо. Открыли. Есть святилище. Покупаем сразу... Миссионера. И надо распространять... Пешт и Всегет, я думаю. Пять ходов. Четыре очка. Так, тут камень. Рынок построен. Торговца. Да, блин, я пытаюсь пропустить ход. Не хочет давать мне ход пропустить почему-то. Будо. Производство. Производство. Еда. Производство. Производство. Да, ну, как минимум, тут еще город ставится. И, возможно, даже тут. Но тут слишком близко к Александру. Вот тут я все-таки горами как-то защищен от Византии. И... Там все продолжает. Катапультой. Блин, все-таки португалец захватил, да? Здесь холмы. Ну, надо сюда остановиться. Здесь мы стоим в обороне. Так, ну, я бы, наверное, все-таки уровень взял. Так, тут холм. Мы сможем стрелять? Сможем. И тут подходим. Все равно дофига армии у Византии. А еще мне нравится наука у Македонского и наука с культурой у меня. Так. Если я сейчас пересажу Омани, сколько я потеряю послов? И не захватит ли Византия сразу? Ну, я бы попытался набить сначала великого этого генерала. У Омани дублируют все редкие ресурсы. Ну, тут у нас вообще никаких редких ресурсов. Просто вообще даже в будущем. Ну, может быть, табак, но это, скорее всего, моего этого города будет. Так, а вообще Омани дает два посла. У меня тут их... Ага, уже неизвестный игрок пытается туда... Ну, это, скорее всего, выполнено какое-то задание было. А не... Так, вот тут я увидел, кстати... Скаута византийского. Так, добиваем. Два очка. Давайте вот тут встанем, чтобы он мне точно не разграбил... Центр коммерции. Да, баллон. Просто очень хочется в баллоне уже пересадить и засоюзить. И единственное, что у меня... Я ведь не поставил карточку на плюс два. А это надо... Давайте, наверное, мистицизм откроем. Надо поменять карточки. Мне точно строители уже не нужны пока. Имею-то карточка на строители. Так, здесь пойдем... К лошадям. Рынок. Блин, волен... Хорошо ему захватывать нечем. Так, тут стоим. Не должны убить этого дуболома. Сменяем политический курс. Плюс два к влиянию берем. Скажите, от него с правительства есть. А, не, ну олигархия, конечно же. Конечно же олигархия. Оставляем. Так, плюс два влияния. Против варваров, наверное, можно убрать. Другой стороны, что мне тут, в общем-то, и нечего ставить кавалерию. Я бы, конечно, на... На великих полководцев поставил, но я не могу вместо зеленой карточки. Мне зеленая нужна. Ну не знаю, но против варваров точно не надо, потому что их тупо нету, да? Скаутов у меня тоже нету. Лояльность нафиг надо. Морских я не буду строить. Этих тоже я уже нафига... Давайте кавалерию 50. Я не факт, что буду строить, но... Просто эта карточка точно более в тему. Так, стоим. Стреляем. Тут потихоньку подходим. Обрабатываем оленей. Обращаем город. Есть два очка. Мне три очка не хватает и три хода. Ну и одним ходом точно сюда. Так, мне надо ученичество не открывать. Мне надо накопить деньги, чисто апнуть в мечника и все. По идее, вот этот мечник не считается. Да, мне нету... Не дали очков. Вот и одно очко, в общем-то. Три очка полководца. Ну мне шесть очков не хватает. Правда, если тут это раньше набьет, то... Там потом дороже будут стоить. Блин, не хочется под... Под вулкан становиться, на самом деле. Так, все, можно возвращаться. Никто меня тут не поймает этого посела. Знаете, я бы просто вот так постоял пока. Второго уровня прачники. А, ну и здесь, наверное, я не буду уходить. Следующим ходом, возможно, апну в мечников. Пока просто будем стоять. У меня нету денег на выкуп этой клетки. Монумент в Диере. Центр коммерции пофигу. Куда ставить по-хорошему? Просто через речку. Давайте вот сюда, просто подальше от... Португальца. Девять ходов было написано. На самом деле шесть. Опять же, способность. Так. Есть два посла. По идее, я прямо сейчас могу Болонию засюзеренить. Но я бы не торопился, наверное. Просто, наверное, имеет смысл сюзеренить. Я просто не хочу, чтобы с ней сейчас воевали и убивали ей дуболомов. А ее бонус мне не нужен. Так. Поэтому пошли в теологию пока. Ой, извините, я куда-то отошла. Нафига Волин строит эти катапульты? Я не понимаю. В чем такая великая идея строительства катапульт? Так. Атакую сначала дуболомом, а потом лучником. Потому что если я убью дуболом, то его убьют здесь. А так меня не смогут проатаковать. Да, правда, не факт, что убью сейчас лучником. Нет, видите, не убил. Но хотя бы дуболома точно стоит. То есть он не сможет меня убить сейчас. Так. Первый караван. Но я все-таки, блин, в Болонию хочется отправлять, несомненно. Почему мне тут не показывают караваны из столиц? А, ну вот в Болонию 7. Видите, тут 7, а тут 3. Я напоминаю, что у нас религия, которая дает по плюсу... То есть у нас плюс 4 чисто от религии. То есть на самом деле мне надо из Будды отправлять караваны в Болонию и в Волин, по-хорошему. Именно ради денег. Хорошо, я, наверное, все-таки отсюда брошу в Будду. Ну, в смысле, перекину караван сам по себе. Что-то бы очень хотелось бы дорогу провести. Но я думаю, если я из Будды отправлю в Болонию, то тут будет дорога. Так, сколько ходов? Два. Так, сразу тут надо... А с амбара начинать, а не с монумента? Потому что тупо некуда расти. Хотелось бы выкупить железо, но он в третьем радиусе от Волина. Я очень сомневаюсь, что он его быстро выкупит. А я как раз быстро, скорее всего, Эггер. Хотя, я ж не строю монумент. Ладно, я подумаю пока. Так, вот тут надо... Так, у меня железа не хватает. Не, ну подожди. Два хода, да? Плюс два же железа как раз хватит. Фу. Ровненько, тютелька в тютельку, короче. Выходим, главное деньги не потратить. Блин, что я хочу тут обработать? Наверное, ферму все-таки. Так, вот там где-то дуболом бегал. Напоминаю, что, видите, у меня перемещение 4. Это плюс 2 очка перемещения дается юнитам, взятым у ГГшки. Во-первых, убьем дуболома, во-вторых, попробуем караван. Тут, очевидно, караван бегает. Попробуем караван этот разграбить. Ну, на Эгер может Маскат прийти? Ладно, давайте мы дуболома, наверное, в Эгере поддержим таки. Александр, 523 силы и 78 науки, это жопа. Поэтому я, в общем-то, в латников и иду. Ну, если я хоть одного апну в латника, в том месте, где он попадает, я думаю, что я очень долго могу тут стоять. Единственное, мне надо бы реально еще один рудник построить. У меня только, по-моему, один построен. Если я ничего тут не путаю. Что рабочие тоже нужны. Ладно, что в Мишкольце? Какие у нас здесь... Что с кампусом? Плюс один имеется, да? Через дорогу, так сказать. Ладно, давайте пока амбар. А, вообще можно кавалерию. Кстати. Кстати, это тоже еще одно очко. А, у меня нету... У меня лошадей нету. Не могу я кавалерию. Ну, я могу этого, конечно. Тяжелая коляску, но смысл. Хотя... Не, амбар лучше. Надо города, чтобы раз у меня. В принципе, армия есть. Так, пока просто стоим. Тут нет жилья. Тут тоже на производство переключаемся. Ускорили гильдии. Теологию продолжаем открывать. Соседство для священного места вряд ли я буду строить. На тот случай... Волен... Опять... А, маскат не был в союзниках. Ну, вот чем хороши все-таки военные ГГшки, они такие... Строят военные юниты. Так, античность через один ход кончится. Это значит, что все-таки следующим ходом начнется. Блин, может мне тогда все-таки союзить сейчас с Болонью. А мне неоткуда одну очку. Мне одного очка не хватает. Мне просто неоткуда его взять. Я не могу апнуть, потому что я нету железа. Буквально один ход железа не хватило, да? Я просто не верю, что... Не, по-моему, мне должны дать очки за сюзеренство Болонью, потому что я стану первым... Ну-ка. Да, отлично. Но... Рановато. О, тут... Обращай. Просто рановато. Так, а если я сейчас куплю 105? Через два хода я могу мобилизацию провести. Ну, надо было... Я просто не представляю, откуда мне еще одну очко взять, к сожалению. С другой стороны, вот сэкономили сейчас деньги. Пустим их на мобилизацию Болонья и попробуем города португальца захватить. То есть, вот это вот все апнем. Правда, к сожалению... Меньше золота и ресурсов требуется 75%. То есть, это все-таки будет требовать так нормально золота, вообще-то. А не золото, а железо. Ну, вообще, каждый будет, наверное, по три. Нет, подожди, четверть. Два с половиной. Ну, по три золота будет требовать. Э, золото, железо. Так, пока, наверное... Давайте я сюда выйду. Вдруг этот решит вот так проатаковать прачник. А, он не сможет тут зону контроля. Так, не сможет. Так, тут просто стоим пока. Тут отправляем в Болонью и Сегет. А, и Волин, извините. Так, давайте я, наверное, даже Амани отправлю в Болонью. Уже. Мне кажется, мне тут нету смысла... Так, куда этот парень сбежал? А вот это где. Тут шесть ходов мечника осталось. Я не думаю, что это не имеет смысл... Держать юниты. Не знаю, давайте потихоньку отходить все-таки. Я просто тут бы, наверное, держал лучников. Но, в данном случае, если Византия опять к Волину пойдет. Там уже нету смысла за скаутом бежать. Так, есть торговец. Амбар. Ну, вообще, амбар было бы неплохо. Хотя еще одного торговца можно. Тут бы еще и... Давайте, наверное, сначала амбар все-таки. Надо, чтобы Будда росла. А вот здесь давайте... Торговца. А потом надо строителя вот сюда правительственную площадь ставить. Так, эйгер не растет. Это понятно. Ну, все-таки вышли в золотой век. К сожалению, одного хода не хватило, чтобы... Просто прилично выйти в том плане, чтобы потратить только одно очко. Ну, португалия зря заходила. По идее, должны убить этого. Ну, типа, нет, не убили. Прикол. Ну, и вышли в средневековье. Это означает, что на этом я серию закончу. Спасибо, что смотрите. Конечно, вот это попотнее намного партия идет, чем за Аравию было. Тут все постоянно очень сильно приходится думать. Да, вот это посложнее. Ну, в любом случае, спонсоры канала могут продолжение прямо сейчас поискать во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Играйте в умные игры.